Ну мы поехали дальше на выставку. По мнению компании Термост, по-прежнему остается актуальным индустриальный лофт-стиль. Мы достойны тех клиентов, которых мы имеем. Доброе утро, друзья. Мы снова отправляемся на выставку. У нас сегодня второй день на выставке Five Point. И что-то мы давно ничего не покупали. Давайте я вам покажу, как покупают бензин в Америке. В этом есть определенные нюансы. Вам совершенно не обязательно встречаться даже с кассиром. Ну обычно. Давайте я покажу, как это делается. Вы выбираете кредитку. Вставляете. Вынимаете. Вставляете еще раз. Не дебетовая карточка. Вы не хотите машину помыть, потому что у нас и так идет дождь. Теперь вынимаете пистолет. Вставляете его. В бак. И выбираете бензин. Достаточно выбрать 87-й. То есть вы авторизовали карточку. И с вас будет списана сумма, ровно та, которую вы заправите. Сколько он здесь стоит? 20 за галлон. Итак, вот у нас получился полный бак. Пистолет вешаем обратно. Мы чек получить не хотим. Спасибо. Но мы поехали дальше на выставку. Друзья, познакомьтесь. Это Александр. Человек, который занимается мебелью в Брянске. Изготавливает сам. Вот он тоже приехал посмотреть на красоты, которые предлагает американский рынок. Александр, какие ожидания от выставки? Это первая моя американская выставка. Я так понимаю, что она очень отличается от остальных выставок. От европейских, от русских, от китайских. Изучить, посмотреть, понять для себя, что здесь выставляется, как организовывается в принципе весь американский рынок, как он выглядит. Пока что информативная, познавательная для себя. Вижу задачу. У нас та же самая задача информативная и познавательная. Видите, люди из разных регионов стремятся освоить американский стиль. Ну а мы немножко помогаем им в вопросах попадания на выставку. Вот Александр прочитал наш блог и обратился к нам с просьбой помочь пройти на эту выставку. Вот мы помогли. Да, Владимир, хотел отдельно поблагодарить. Огромное спасибо за помощь. Не за что, Александр. Не за что. Обращайтесь. За информативность. Большое спасибо. Спасибо. Мы сейчас находимся на стенде компании Attermost. Это компания, которая в основном специализируется на такой маленькой мебели, на светильниках, на аксессуарах, на зеркалах. Довольно большой ассортимент и всегда можно найти такие очень интересные акценты. Ну и здесь я хочу обратить ваше внимание на то, как определить новинки. Потому что все то, что представлено в шоурумах, это не всегда новинки вот прямо этого года. Это могут быть какие-то предметы с предыдущих выставок. То есть не то, чтобы там прямо 100% весь ассортимент там обновляется. Но вот в частности здесь самые последние новинки, они обозначаются вот такими вот синими кружочками. На каждых стендах по-разному, поэтому при входе можете просто спросить, как определить новинки, как они обозначены. И тогда все будет сразу понятнее. Ну так, судя по тем синим кружочкам, которые я уже успел отследить, понятно, что устойчивым трендом остаются оттенки серого. Также много голубых акцентов. Если это латунь или бронза, то это немножко пошарпанные, немножко такие постаренные. И по мнению компании Утермост, по-прежнему остается актуальным индустриальный лофт-стиль. Ну, по крайней мере, в аксессуарах, которые также могут быть интегрированы в довольно современные или даже минималистичные интерьеры. И придавать им такой теплоты. Ну, вот еще две штуки таких новых. Это вот такие вот декоративные панно. Ну и вообще и маленькая мебель с использованием вот этого вот Агата. То есть они разные на разных фабриках. Ну, здесь в виде настенного декора. Это вот тоже такая вещь, которую мы увидели уже на нескольких стендах. И еще одна новинка здесь. Это вот такие вот пуфики. Здесь таких вот фактурных грубых тканей. И такие акценты мы тоже видели уже на нескольких стендах. Ну, то есть тоже можно, наверное, назвать определенным трендом. Такие вот акцентные предметы мягкой мебели, которые можно сочетать как с классической историей, так и с современной. Сегодня погодка не очень. Идет дождь, дует ветер. Поэтому по маркету в такую погоду я рекомендую передвигаться по так называемым Skywalk. Это вот такие вот переходы между зданиями. Они, как правило, на уровне второго этажа. Ну, вот мы побывали на пресс-конференции Джеффри Билл Кубера. Ну, как всегда, несколько интересных мыслей для себя отметил. Первое, это про американский стиль. Дело в том, что американский стиль... Ну, то есть, когда мы говорим, например, о французском стиле, мы все себе представляем яркую картинку. Когда мы говорим об итальянском, то же самое, там все понятно. Ну вот, а американский стиль, это тот стиль, который впитывает все самое лучшее в себя из разных стилей. В этом его особенность. А еще одна мысль, которая мне понравилась, это про тренды. Ну, это как бы она не свежая, то, что тренды идут из моды. Об этом я рассказывал в одном из наших предыдущих эпизодов. Я ссылку оставлю в описании. Посмотрите. То есть, мода также очень влияет на интерьерный дизайн. И поэтому модные дома очень активно участвуют в разработке, в том числе, домашних коллекций. Естественно, на тренды влияет также искусство. Ну, об искусстве мы тоже с вами говорили. На тренды влияет также и музыка. По мнению Джеффри Билл Хубера. Еще одна идея, которая мне понравилась, это был вопрос, как сбалансировать бюджет и дизайн. И он сказал, что это, в принципе, всегда весы. То есть, если бюджет не соответствует дизайну, значит, нужно упрощать дизайн, либо повышать бюджет. То есть, другого выхода нету. То есть, вот сделайте так же, но за 3 копейки, да, то есть, там такого не бывает ни у кого. Даже у таких профессионалов, тем более. Также он очень правильную мысль сказал по поводу важности соцсетей для продвижения. Ну, а мы об этом тоже уже несколько раз говорили. И в блоге я писал о том, как выбрать дизайнера. Что в соцсети это важно, и клиенты должны, соответственно, пользоваться соцсетями. И шерстить своих будущих дизайнеров в соцсетях. Ну, и самое последнее вопрос относительно клиентов, взаимоотношений клиентов и дизайнеров. Вопрос, точнее, как бы от дизайнеров. Отличная мысль. Я считаю, что она, в принципе, может быть экстраполирована на все области жизни. Это мы достойны тех клиентов, которых мы имеем. То есть, соответственно, если хотите иметь лучших клиентов, то становитесь лучше сами. То есть, клиентов, как бы, вы вряд ли сможете поменять. Нужно менять прежде всего себя. Ну, вот, в общем, такие мысли высказал Джеффри Биллхубер. Мне очень понравилась его пресс-конференция. Ну, а мы сейчас идем в очередной шоу-рум, который называется Чедок. На который тоже работают многие именитые дизайнеры. Друзья, меня тут мочит дождик и сдувает ветер у шоу-рума компании Чедок. Мы сюда пришли для того, чтобы пообщаться с очень известными дизайнерами интерьеров, декораторами, которые создают коллекции для этого уважаемого бренда. Очень большое количество знаменитостей. Это и Ларри Лазлой, и Мэри Макдональд, и Сара Дольче, и Дэвид Истон. То есть, это действительно уважаемые люди в сфере интерьерного дизайна в Америке. И вот они сотрудничают именно с этой компанией. Поэтому мы здесь сейчас все пойдем и подробно рассмотрим. И самое главное, пообщаемся с этими людьми. Привет, Ларри. Привет, как дела? Хорошо, а у вас? Замечательно, спасибо. Я хотел бы задать вопрос о новой коллекции. Расскажите, пожалуйста, что вдохновило вас на создание этой очень красивой коллекции? В этой комнате представлено черное и белое. Мне всегда нравится черно-белое сочетание. Я всегда предпочитаю классический стиль, но даю ему новый вид. Очень важны детали. Подушки, разные меха и текстуры, и обивки. Все это очень важно для меня, так же, как и сама мебель. И опять же, моя мебель хорошо смотрится и в темной отделке, и в светлой, в белом лаке, в золоте. Это классика под другим углом. Один вопрос от наших партнеров-дизайнеров интерьера. Как вы продвигаете себя? Что вы делаете, чтобы найти новых клиентов? Это большая работа. Прежде всего, я хожу везде, я всем интересуюсь. Я хочу самое последнее. Я изучаю все. Я с удовольствием хожу по антикварным шоу или арт-шоу. Ну и я ем и пью иногда. Я замечательно провожу время, внимательно рассматривая и открывая для себя новые вещи. Вы никогда не будете слишком старыми для этих открытий. И последний вопрос. Вы можете ответить буквально в двух словах. В чем секрет вашего успеха? Я милый. Два, всего два слова. Но иногда жалею об этом. Ну вот такие вот замечательные ответы у Ларри Лазло. И еще управляемый. Милый и управляемый. Да, который работает на компанию Чадок и создал новую коллекцию. Мне нравится ее обувь. Познакомьтесь, пожалуйста. Это дизайнер Мэри Макдональд. Мэри, вы создали много вещей для Чадок. Вы сделали целую коллекцию. Спасибо. Я бы хотел спросить, какой проект был первым? Проект дизайна интерьера. Вы помните его? Да, я работала в индустрии моды и всегда занималась своими домами из года в год. Это произошло случайно. И меня попросили помочь с дизайном пентхауза. Я тогда не занималась дизайном интерьера, как работой. Агент Роберта Клержили, известного дизайнера обуви сумок, попросил меня сделать проект ее пентхауза. И это стало моей самой первой работой в этой области, потому что людям нравились мои дома, как я живу. Но на тот момент это еще не было моей деятельностью. И как же дизайн интерьера стал вашей деятельностью? Это длинная история. У нас есть время. Я сделала этот проект и начала получать новые. Но у меня была другая карьера. Я параллельно занималась двумя работами. Я была модисткой, делала шляпки, очень модные. Я начала погружаться в дизайн интерьеров, а потом кто-то дал фотографии моего дома журналу «Хаос и Гарден». Я даже не думала его публиковать, и это, в общем-то, не было в моих планах. Они поставили его на обложку, и была большая статья. И так я попала в поле зрения. И в тот год у меня было много обложек. И вот с этого все и завертелось. Понимаете, что-то происходит. Незначительные маленькие события. Как за шагом. Выглядит, как будто все случается в один день. Но это не так. Например, на создание моей коллекции ушло два года. Два года. Уходят годы и годы. Я устала. Что вдохновило вас на создание этой коллекции? Что было источником вдохновения? Мне нравится все. Но я подумала, когда собиралась делать эту коллекцию, какие предметы меня притягивают? Что я хотела бы использовать в своих проектах? Я всегда хочу, чтобы у меня были французские стулья Луи. Немного их. Также я всегда использую мужские вещи. Такие греко-римские, как кресло Клисмас. Оно такое мужественное. Редметы Меценчери, немного гламурные, как у Мезон Джонсен, сделанные в 50-60-е годы. И вот я взяла эти три направления и подумала, делаю-ка я такие предметы, которые я использую обычно из антиквариата, но в своем видении. То есть такие, с помощью которых я могла бы создать интерьер для своего клиента. И вот получился такой микс из этих трех стилей. Также на меня повлияла обстановка одного из моих любимых исторических домов. Это Мальмезон. Он находится в получасе езды от Парижа. Все должны посетить его. Он такой симпатичный. Это усадьба Наполеона и Жозефина. Там сейчас музей. И он декорирован, как тогда. Они только переобили мягкую мигель, так, как она была при Жозефине. И для меня это визуальный референс. Очень французский. В стиле директории. Что-то такое, как на этой ширме. Моей ширме а-ля Мальмезон. Ширма Мальмезон. Я называю ее ширмой Мальмезон. И вот эти три-четыре элемента я использовала в создании своей мебели, которую я обычно использую в своих проектах. Окей, очень интересно. И один последний, может быть, непростой вопрос. Что вы знаете о русском дизайне? И что вам нравится о русском дизайне? Забавно. Но один из моих любимых предметов мебели, который я всегда ищу, это русские стулья 18 века. И также другая русская мебель 18 века. Это мебель из дерева с отделкой из латуни. Для меня это один из самых красивых предметов. Но она такая дорогая. Она очень востребована на рынке антиквариата сейчас. Это то, что мне всегда нравилось. Кстати, Джеки Анасис, Жаклин Кеннеди, опубликовала книгу, посвященную русскому стилю, 60-е и 70-е годы. И мне кажется, она так и называлась русский стиль. И там как раз идет речь о разных периодах моди в дизайне мебели именно русского происхождения. Я не очень в треме текущего положения, того, что актуально сейчас в России. Но я люблю исторический русский дизайн и его роскошность. Особенно вот эти предметы 18 века с латунными элементами. Я полагаю, на вашу новую коллекцию окажут влияние русскими 18 века. Знаете, а у меня есть шкаф Жозефина, который очень французский. Но у него есть как раз эти латунные элементы на дверках и на стеклах. Они в определенной степени похожи на русские детали того времени. У меня, конечно, нет пока таких предметов, как тот антиквариат, о котором мы говорим. И который я люблю за эти элегантные детали. Но может, я сделаю что-то подобное. Раз уж сказала, то придется. Спасибо за ответы. Это было очень интересно. И один маленький вопрос. Когда вы приедете в Россию? Я должна была приехать в этом году. Мне пришлось отложить поездку. Но я думаю скоро, потому что я не была в России, и мне даже немного стыдно, поскольку у вас много исторического дизайна. Давайте скажем, в течение ближайшего года. Мы вас ждем. Я вам позвоню и сходим выпить водку. Конечно. Но никто этого не говорил. Окей, спасибо. Спасибо, спасибо. Что ты знаешь о русском дизайне? Я не знаю достаточно о русском дизайне. Вещи у Джона Ричарда очень фактурные, сюжетные. Шоурум Lilian August – это последний шоурум, который мы посещаем на этом маркете.